Как твой адвокат, советую сделать глоточек из коричневой бутылочки в моем бритвенном наборе. Много не пей. Только один глоточек. Выпей из пузырька на столе. На столе? О! Правило употреблений направит тебя в правильном направлении. Выпей меня. Хм. Не яд ли это? А что это такое? По сравнению с этим, тебе чистый мискалин покажется легким пивком. Адринохром. О! Правило употреблений направит тебя в правильном направлении. Помню, я подумал, разве можно слушать такие ужасы под кислотой? Здравствуйте все и друзья, и подписчики канала Колыбель Души, и случайные зрители, зашедшие, возможно, по рекомендации. Только что вы посмотрели нарезку из двух фильмов. Диснеевского мультфильма «Алиса в стране чудес» 1951 года выпуска. По одноименному культовому произведению Льюиса Кэрролла, первая публикация книги которого состоялась 4 июля 1865 года. И художественного фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» 1998 года выпуска, снятого по одноименному роману американского гонзо-журналиста и писателя Хантера Томпсона, вышедший в 1971 году. Я проверил, в самом романе уже есть упоминание про это вещество. Как было неоднократно замечено, в любом оккультном фильме обязательно будет отсылка к «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Через белого кролика, или не обязательно белого, либо через персонажа женского пола с именем Алиса Элис, либо через карточных персонажей, как в «Кроличьей нори» у Кэрролла, так и в «Замысле» у Зодчего. Это если кто-то не видел главу «Таро замысла», то обязательно посмотрите у меня на канале. Так вот, за три года после моего первого знакомства с фильмом «Зодчего», я в итоге пришел к выводу, что фильм собирался на каркас из старших арканов «Таро». А это, к слову сказать, те же карточные герои в «Кроличьей норе», по аналогии с Льюисом Кэрроллом. К слову сказать, у «Зодчего» есть еще одна отсылка к кролику. Итак, внимание, исполняет белый кролик. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, Тянька вышел. Песня про зайцев. Комиксы судного дня. Что это, комикс? Нет, это графический роман. Под названием «Утопия. Эксперименты». Про ученого, который пошел на сделку с дьяволом ради знаний. Дьявол появляется в разных обличьях, но это всегда гибрид человека и животного. В первую очередь, кролика. Кролика? Кролики. Это не только ценный мех, но и три, четыре килограмма диетического, легко усвояемого мяса. Хоть ты травушка, мурака луговая, Хоть ты заячья, старадушка родная. Были уверены, что поздно или рано, Будет зайчик погулять на поляну. И не совсем так орать. Я их в первый раз прекрасно слышал. На поляне траву. Зайцев полночь косили. Зайца. Мгм, заясь, заясь. О, какой зверь. Выступает хор мальчиков-зайчиков. А нам все равно, а нам все равно, мы волшебною косим трын-траву. Иди за белым кроликом. За белым кроликом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Между плоти здесь написано «вотя на эти ноги». Там прикольно, вот увидишь. Да, конечно, я иду. Раз, два, три, четыре, пять! 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 Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, пять! Вышел! Раз, два, три, четыре, пять! Вышел зайчик погулять! Кстати, момент с детской считалочкой про зайчика, который оказался живой, сам Дмитрий Зочи считает одним из важных в своей короткометражке «Авэ». Запускай музыку давай! Что тебе? Джофферсон, аэрплейн! Вайтрэвид, белый кролик! Хах-хах, зайць, зайць! Хочу, чтобы я бросил этого, оно, когда кролик подохнет, так? Я мамочку часто не слушал, я плохо морковочку кушал. Я баеньки поздно ложился, и вот результат. Я заблудился! Как тебе это удается? Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе глубока ли кроличья нора. Только в терновые кусты не бросай. Вдруг охотник выбегает. Прямо в зайчика стреляет. Белый кролик! Хватит, черт возьми, отнимайте меня в рёдя! Я не припоминаю, чтобы он когда-либо говорил о кролике. Это явление часто встречается у параноидальных шизофреников. Пиф, паф, ой-ёй-ёй! Умирает зайчик мой! Пиф, пах, паф, пах, пах. Ах, какой я несчастный. Не везёт мне в жизни. Тебе что намазать? Мёду? Или сгущённого кулака? Принесли его домой. Оказался он живаааай! Я покажу тебе глубока ли кроличья нора. Только в терновый куст не бросай. Мы просто хотим ему помочь. Ну что, если вы больше ничего не хотите, разве еще что-нибудь есть? Я покажу тебе глубокали кроличья нора. Зайцы в образе убийц и извергов встречаются на средневековых картинах. А ноги у кролика растут, так сказать, из Египта. К примеру, среди богов египетского пантеона есть зайцеобразная богиня Венет и Леунут. Демон подземного мира. Я покажу тебе глубокали кроличья нора. А в храме Гора Ветфу в камне исполнены зайцеголовые демоны. В Китае есть легенда о зайце, который живет на луне и толчет с надобья бессмертия. А у Хорхи Луиса Борхеса, которого читает Сга перед сном, тема бессмертия проходит серебряной нитью через все его творчество. И про лунного кролика у него отдельно тоже есть. Это так, к слову, пришлось. Я покажу тебе глубокали кроличья нора. Только в терновый куст не бросай. А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный. Не грусти. Рано или поздно все станет понятно. Все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно. Потому что все будет правильно. Льюис Кэрол. Все будет правильно. Но я ушел в сторону. Так вот, до конца пока непонятно, почему оккультисты всегда любят оставлять эти пасхалки с отсылкой на Алису. Кстати, я прочел Алису Кэролла. Это безусловно психоделическое, а не детское произведение, в котором, к примеру, у главной героини Алисы, после грибов, то рука вытягивалась, то шея. Таким я этого стиха не слышала. Я его облагородил. Что ж, ушам не верю. Ну да ладно, двигаемся далее. От Вадима Шигалова я узнал, что упоминание об этом веществе есть и у английского антиутописта Олдоса Хаксли, описывающего свой опыт употребления мискалина в своем эссе «Двери восприятия», написанного в 1954 году. Этих тем никто не касался, пока два или три года назад внимание не привлек новый и, возможно, весьма значительный факт. На самом деле, этот факт лежал у всех на виду несколько десятков лет. Но так случилось, что никто его не замечал, пока одного молодого английского психиатра, в настоящее время работающего в Канаде, не поразило близкое сходство химического состава мискалина и адреналина. Дальнейшие исследования показали, что элизергиновая кислота – крайне мощный галлюциноген, получаемый из спорыньи, связана с ними по биохимической структуре. Позже было открыто, что адренохром – продукт распада адреналина – может вызывать многие симптомы, наблюдаемые при отравлении мискалином. Только адренохром, вероятно, возникает в человеческом теле спонтанно. Другими словами, каждый из нас способен производить химическое вещество, микроскопические дозы которого, как стало известно, приводят к глубоким изменениям в сознании. Олдес Хаксли. Дверь восприятия. 1954 год. Кто-нибудь хочет чуток ЛСД? У меня есть все ингредиенты. Я полез далее в эту кроличью нору и по рекомендации Сергея Альбертовича Саля прочел записку Владимира Ивановича Даля, автора толкового словаря «Живого великорусского языка». И в этой записке я нашел для себя недостающий пазл в картину под названием «Адренохром». Изуверный обряд этот не только не принадлежит всем вообще евреям, но даже без всякого сомнения весьма немногим известен. Он существует только в этой секте, как это объяснено выше, в секте самой упорной, фанатической, признающей один только Талмуд и Равинские книги. Владимир Иванович Даль, записка о ритуальных убийствах. Сам фильм «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе про похождение двух наркоманов и их галлюциногенный бред от разного сорта наркоты не представляет какой-либо особой ценности, на мой взгляд. И посему смотреть его лично я не рекомендую. У нас было два мешка травы, 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина, игра возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов. А вот прочесть бесценный труд Даля это обязательно. Там есть одна клевая нота, где кролик сносит свою голову. За семь я завершаю эту главу. Всех сердечно обнял. Субтитры подогнал «Симон» «Я хотел вырезать зора на лысине». Иди обратно в ванну. Просто еще один жалкий беглец из поколения любви. Мой адвокат никогда не мог принять утверждение бывших наркоманов, что без наркотиков можно улететь выше, чем с ними. Не балуйтесь с марикуаной в Неваде за употребление 20 лет, за продажу пожизненное заключение.